К другим темам. В Салихарде завершился очередной этап окружного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». В этот раз его участниками стали представители жилищно-коммунальной отрасли. В презентационных видеороликах и слайд-шоу конкурсанты рассказали о своей работе, продемонстрировали профессиональные знания в тестовых заданиях. С призовым вторым местом вернулась в Новый Урингой Марина Величко. С ней пообщалась Наталья Худяева. Каждое движение отработано до мелочей, без суеты и спешки. Простые инструменты в руках Марины Величко работают будто сами по себе. Их приводит в действие мастер своего дела, профессии. Дворника Марина посвятила 25 лет. Принять участие в конкурсе «Славим человека труда» решилась после одобрения руководства. Сначала, конечно, страшно было, потому что мы ни разу в таком конкурсе не участвовали. Тем более, что мы вообще не знали, что там будет. Учили все подряд. И поехали. Для управляющей компании главная цель участия в конкурсе – повысить престиж профессии дворника. Во-первых, мы показали, насколько профессиональные кадры работают в нашей компании. Даже дворники могут быть профессионалами в своем деле. Не только в практической части, но и в теоретической. Конкурс «Славим человека труда» проходил в три этапа. Самым сложным оказалась дача тестов по технике безопасности. 30 вопросов на каждой минуте раздумья. Во втором этапе конкурсанты представили видеопрезентацию «Я в профессии». В заключительном третьем участники должны были рассказать, за что любят свое дело. «Я так и сказала, что это действительно было так. Однажды на прием у мэра города, на вопрос, кем я работаю, я ответила дворник. На что мэр города ответил, что это уважаемая профессия. Ну, я так тоже действительно считаю, что это уважаемая профессия, потому что благодаря нам в нашем городе это чистота, это приятно глаз укрыть. Приятно, когда тебя жильцы благодарят». По итогам конкурса Марина Величко заняла второе почетное место, уступив конкурсантке из Салихарда. Но, как заверяет женщина, на этом не остановится. В следующем году она снова отправится в окружную столицу, чтобы доказать, лучшие дворники живут в Новом Уренгое. Наталья Худяева, Константин Малыш, служба новостей «Импульс».